Совсем недавно на глаза попалась статья о том, что в период пандемии оказывается самыми счастливыми и эмоционально уравновешенными людьми были владельцы собак. А все потому, что у них была возможность выходить на прогулку со своим питомцем, пусть и на короткий отрезок времени. И что количество людей, желающих завести домашних животных за годы карантинных ограничений увеличилось на 69%. Намерения прекрасные, но как хозяин собаки и двух кошек ответственно заявляют, питомцы это не только приятные моменты, но и серьезные финансовые траты. И прежде чем завести хвостатого друга, нужно рассчитать, хватит ли вам средств на его комфортное содержание. Поэтому сегодня поговорим просто о сложном решении. В перечень домашних животных мы не внесли грызунов, рыбок, птиц и экзотических зверей, так как большинство казахстанцев около 64% отдают предпочтение кошкам и собакам. Итак, давайте считать. Пожалуй, самыми затратными животными являются крупные породистые собаки. Если вы решили купить пса у профессиональных заводчиков, то обязательно столкнетесь с двумя видами расходов. Первое – покупка животного. Щенок может обойтись казахстанцу в 150-300 тысяч тенге, в зависимости от породы и родословной. А при расширенном наборе стерилизация, установка чипа слежения в дополнительные 25-30 тысяч. Ко второй категории расходов относят покупку мисок, намордника, лежанки и поводка. В среднем это еще плюс 30-50 тысяч. Однако стоимость щенка или взрослой собаки – только вершина айсберга. Значительная строка в бюджете – корм. Готовый сухой корм в бюджетной линейке сейчас стоит около 23-26 тысяч тенге. А питание премиальных брендов варьируется от 42 до 50 тысяч. При двухразовом кормлении питомца 12-килограммовой упаковки может хватить где-то на месяц. Опять же, нужно учитывать, какая у вас собака – мелкая, средняя или крупная. Читаем дальше. Дважды в год вам придется потратить порядка 15-20 тысяч на профилактику от клещей и паразитов. Еще 10-15 тысяч на прививки и вакцины. Нужно также учитывать траты на осмотры и лечение, если собака заболеет. Осмотр стоит примерно 4,5-5 тысяч тенге в зависимости от клиники, а первичные анализы обойдутся еще в 8-12 тысяч. Не забываем про игрушки, шампуни, расчески, пакеты для выгула, ошейники. На эти мелочи может уйти от 7 до 10 тысяч. Если у вас маленькая или короткошерстная собака, которая мерзнет зимой, вам придется еще покупать комбинезон для прогулок. Он стоит от 10 тысяч и выше. Нередкое явление в нашей стране – поход к грумеру. Так вот, комплекс процедур для вашего любимца в салоне будет стоить от 12 до 20 тысяч тенге. Суммируя все расходы, получается, что в год траты на одну собаку составляют примерно 560-720 тысяч тенге. А учитывая среднюю продолжительность жизни четвероногого друга в 10-12 лет, его содержание обойдется почти в 8 миллионов тенге. Готовы изрядно потратиться, чтобы вас весело встречали с работы? Тогда вопрос решен. Пора узнать, какова статья расходов для других домашних питомцев – кошек. Сразу скажем, что суммы здесь не такие внушительные, как в первом случае. Основные ежемесячные траты – это корм и наполнитель для туалета. Двухкилограммовый пакет сухого корма стоит от 6 до 10 тысяч тенге. А пятилитровый мешок наполнителя для лотка обойдется в 1,5-4,5 тысячи тенге. Дважды в год придется покупать ошейник или капля от блох за 2,5-4 тысячи тенге и делать профилактику от паразитов от 3 до 8 тысяч. Кстати, кошкам не нужно делать прививки каждый год, но обязательная вакцинация будет стоить около 10 тысяч тенге. На закуп лежанки, игрушек, когтеточки можно заложить от 15 до 20 тысяч, а затраты на прием у ветеринарного врача и анализы составят примерно 12 тысяч тенге. Итого, содержание игривого компаньона с 9 жизнями обойдется вам в 150-200 тысяч тенге в год. Друзей, конечно, не покупают, но выбирают и считают. Если вы мечтаете о питомце, но при этом хотите сэкономить, тогда для вас есть достойная альтернатива. Кошку или собаку можно взять из приюта, спасти с улицы или забрать у знакомых. Экономить можно на питании, при этом не снижая качественных показателей, просто приобретать его оптом. Ведь не секрет, что корм в большой пачке обойдется дешевле, чем в маленькой. Также владельцы животных выяснили, что правильное натуральное питание дороже промышленного. Поэтому выбирайте готовые корма премиум-класса, в составе которых уже включены необходимые питомцам витамины и минералы. На самом деле завести домашнее животное совсем не трудно, сложнее с ответственностью, материальной в том числе. Но вы же помните, что мы в ответе за тех, кого приручили.